Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Надя Райс, вы на моем канале. Сегодня я буду делать расклад по вашим заявкам. Расклад на отношения. Мы посмотрим, есть ли между вами и загаданным человеком духовная связь, эмоциональная связь, страсть, влечение. И любит ли вас этот человек. Всего будет 8 вариантов. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад и будем начинать. Расклад как для мужчин, так и для женщин. Расклад как для мужчин. Так, поправлю вам карты ровненько, чтобы было. Определяйтесь с вашим выбором. Безусловно, вы можете спросить об одном человеке, о нескольких. Дело ваше. Ну что ж, поехали для тех, кто выбрал первый вариант. По данным картам проигрывается ситуация кризиса. То есть, может быть, что вы и ваш партнер или загаданный человек просто отдалились друг от друга. На данном этапе нет духовного родства, нет духовной близости. То есть, человек, о котором вы спрашиваете, да, он в какой-то ситуации хандры, апатии. То есть, ничто не радует. То есть, возможно, заел быт, возможно, есть какие-то финансовые проблемы. То есть, человек может рассматривать уже какие-то другие варианты, думать, что ему делать дальше. Если вы спрашивали о том, любит ли вас этот человек, то здесь больше проигрывается то, что у человека может быть сексуально к вам влечение, но без каких бы то ни было обязательств. То есть, здесь желание просто хорошо провести время. По данным картам, к сожалению, девочки, мальчики, здесь загаданный человек не готов вкладываться в эти отношения ни морально, ни эмоционально, ни финансово, никак. То есть, максимум, что здесь может проиграться, это если вы были в паре, да, то есть, были женаты, либо до сих пор женаты, то единственное, что вас связывает это дети. Если вы спрашиваете о человеке, с которым вы не находитесь в партнерстве, да, то здесь у этого человека проигрывается только желание хорошо с вами провести время. То есть, да, это могут быть какие-то встречи, это может быть секс без обязательств, но ничего серьезного, потому что чувств у человека здесь нет. Ну, вот так вот первый вариант. Пойдем дальше. Второй вариант. Что здесь? Здесь проигрывается девочки, мальчики, кармический партнер, партнер, который был послан вам свыше. Здесь очень сильное сексуальное влечение по отношению к вам, потому что человек не может ни о чем и ни о ком другом думать. Человек по данной карте может быть собственником и хочет вас только себе и никому более. То есть, здесь человек может говорить вам, с кем вы можете встречаться, с какими друзьями вы можете видеться, с какими нет. То есть, человек, который хочет вас держать под полным своим контролем. Безусловно, человек здесь может вкладываться и в дом, и в уют, и в комфорт. Но для человека важно, что вы принадлежите этому человеку, потому что, да, влечение здесь очень сильное, оно сексуальной направленности. Под данным картам я не вижу безумной любви, хотя однозначно здесь человек кармический, да, он вам послан свыше, скорее всего, для того, чтобы вы прошли определенные уроки. Но человек будет вас контролировать, будет вас держать на коротком поводке, скажу так, потому что очень сильный собственник. Хочется хранить то положение вещей, которое существует на данный момент времени. Вот вы, такая золотая монетка, сладкая конфетка, и хочется все только себе. Вот так вот здесь. Третий вариант. Проигрываются отношения, когда над отношениями нужно работать, нужно трудиться. Возможно, есть в отношениях сложности. Приходится преодолевать какие-то препятствия. Но меня могут здесь смотреть пары, да, то есть люди, которые находятся в де-факто отношениях, либо уже в браке. Здесь проигрывается, что женщина может быть немножко старше по возрасту, чем мужчина. В отношениях главную роль играет стабильность, комфорт, уют, благополучие. То есть здесь мужчина вкладывается в эти отношения финансово, материально. Старается обеспечить дом, уют, быт, комфорт. Женщина, кстати, здесь может тоже заниматься либо бизнесом, либо быть дома домохозяйкой. Но, тем не менее, женщина тоже статусная, стабильная, комфортная. То есть два человека в дальних отношениях ценят именно комфорт, благополучие, финансовую независимость и финансовую стабильность. Но становится сложно, потому что в плане эмоций здесь ничего нет. И в плане сексуального притяжения тоже карт особо нет. То есть основной фокус идет именно на вещах материальных. Почему так проигрывается? Потому что по данной карте для мужчины здесь важно вначале прийти к осознанию того, что человек может обеспечить семью, реализовать себя в плане карьеры, в плане бизнеса и потом только уделять внимание делам любовным. Очень такая приземленная здесь карта. Идем дальше. Четвертый вариант. Что у вас здесь? Отношения могут быть на паузе. Могло быть какое-то разочарование, ссора. Если говорить о любви, либо о сексуальном притяжении, вы знаете, это все поменялось. Изначально было желание и сексуального притяжения, и влечения, и возможно даже совместных каких-то поездок. Но была либо ссора, либо конфликт, после которой поставили эти отношения на паузу. И сейчас этот человек занимает выжидательную позицию. Идем дальше. Пятый вариант. Что здесь у вас? По данным картам проигрывается какая-то конфликтная ситуация, выяснение отношений. Здесь может проиграться подозрение в том, что ваш партнер был с вами нечестен, что кто-то у него мог быть на стороне, что человек подгуливал. В плане эмоций и в плане влечения к вам, что я могу сказать у этого человека в плане любви на сердце женщины огненной стихии. То есть это кто-то, кто проигрывается чаще всего как овен, стрелец, либо лев. То есть есть чувство именно к этой женщине. Но опять же, скорее всего, здесь проигрывается любовный треугольник. Давайте я посмотрю, что здесь. Если вы являетесь женщиной огненной стихии, то, скорее всего, вы в этом любовном треугольнике, но любят вас. Если вы не являетесь женщиной огненной стихии, то вы можете быть в этом треугольнике, и здесь любят другую женщину. Да, вот смотрите, дотягиваю карту, и по данной карте здесь проигрывается мужчина, который желает усидеть на двух стульях. То есть чтобы были вы и еще кто-то. Дальше идем. Шестой вариант. В данном случае здесь проигрывается очень сильное сексуальное влечение. Мужчина готов с вами встречаться. То есть здесь могут быть предложения о том, чтобы было свидание, романтические беседы. Опять-таки вас может объединять и какой-то финансовый аспект, потому что вы понимаете, что этот человек – это хороший шанс для вас. И также для этого человека общение с вами – это хороший шанс для этого человека также. Сексуальное влечение однозначно есть. И в плане любви и чувственности – да. Но стоит отдавать себе отчет в том, что человек, о котором вы спрашиваете, непростой. Человек любит быть в центре внимания. Человек любит, чтобы его слушали и им восхищались. В плане свиданий и встреч, да, безусловно, они будут. В плане сексуального влечения однозначно тоже оно присутствует. Потому что я вот смотрела эту карту, о чем она башня. Здесь вы очень сексуально подходите этому человеку. Если меня здесь спрашивают женщины, о мужчине, с которым вы расстались и поссорились очень давно, да, даже если не развелись, если вы были в браке, либо вы встречались длительный период времени, но потом поссорились, и это случилось давно, то есть год, два, три, то здесь этого человека ждать не стоит, потому что человек уже вошел в другие отношения. Если же вы спрашиваете о человеке, с которым вы находитесь в отношениях сейчас, то да, здесь, безусловно, есть и влечение, и сексуальное влечение, и желание быть вместе, и общение, и возможности строить совместное будущее вместе. Здесь важную роль также будет играть финансовый аспект. Но у человека здесь есть и чувство, и желание быть с вами, и общаться, здесь и нежность присутствует, и забота. То есть в зависимости от того, кто меня смотрит, может проиграться разный вариант здесь. Дальше идем. Седьмой вариант. Здесь проигрывается то, что были какие-то конфликтные ситуации в отношениях. То есть может проиграться так, что вы отстаивали свои позиции, этот человек отстаивал свои позиции, и, соответственно, начали думать о том, а подходит ли вам этот человек для семьи, для семейной жизни, для того, чтобы быть с этим человеком в длительный период времени, чтобы что-то строить долгосрочное и стабильное. Здесь кто-то вышел из этих отношений. Либо вы, либо этот человек. Потому что та ситуация, которая сложилась между вами в плане отношений, она не устраивала кого-то. И того человека, которого не устраивала эта ситуация, с тяжелым сердцем, человек ушел. Ушел строить какие-то другие отношения. Ушел в поисках лучшего. То есть здесь вот уже нет ни страсти, ни любви. Здесь выход из этих отношений. Извините, мальчики и девочки, но как есть. И восьмой вариант. По данным картам человек стоит перед выбором. Выбор может быть у закатанного человека между двумя партнерами. То есть, может быть, вы интересуете еще кто-то другой. Но еще может проиграться так, что человек держит свои чувства под контролем, не желает озвучивать или даже признаваться себе, кого он любит. Опять-таки, может проиграться еще так, что человек думает, насколько близко вас можно подпустить к себе, насколько можно вам доверять, насколько вы тот человек, который нужен. Потому и проигрывается момент ожидания. Человек взвешивает все за и против. Опять-таки, по данным картам вы можете находиться в других городах, либо на расстоянии, можете жить в разных странах. И на данном этапе человек пытается определиться, что же ему все-таки нужно в этой жизни. Поэтому действий может и не быть как таковых. То есть, здесь желание найти идеального партнера. Человек может мечтать, мечтать о вас. Может такое быть. Мечтать может об идеальном партнере. Но на данном этапе это анализ ситуации, отсутствие каких-то действий. Хорошо, я сейчас посмотрю одной карты, что вам ждать. В какую сторону здесь может это все повернуть. Вы знаете, человек здесь не созрел еще для отношений. Человек закрывается от этих отношений, не готов подпустить к себе близко, потому что был, скорее всего, в его жизни или ее жизни негативный опыт. Поэтому однажды человек обжегся на молоке, а теперь дует и на воду. То есть, человек не созрел на отношения. Занимает выжидательную позицию. Ну что же, мальчики, девочки, пишите мне, как проигрывается, либо не проигрывается для вас этот расклад. А с вами была я, Надя Райс. До свидания. До новых встреч.